Но где? Это решалось до последней минуты прощания с Шукшиным в Доме кино. Из воспоминаний Элема Климова. Когда гроб выносили из Дома кино, еще не знали даже, где хоронить придется. На госнебесах еще решали, чего Вася достоин, чего не достоин. Пронесся слух на немецком. В последнюю минуту принесли другую весть. Разрешили на Новодевича. Когда Шолохов связался с Брежневым и сказал, что это тот самый Шукшин, фильм, которого живет такой парень, вы больше всего любите, Леонид Ильич. Брежнев лично распорядился срочно везти Шукшина на Новодевичье кладбище. Был ясный солнечный день. Гроб Шукшина был завален ветками Красной Калины. Лидия Федосеева-Шукшина отрезала у мужа прядь волос и отдала Заболоцкому. Я сказал, Толя, схорони. Я собирался экспертизу делать. Он почему-то в гроб положил это. Не знаю почему. Он говорит, что я не понял. Это были похороны народного героя. Море искренних слез. Скорбь тысяч людей по всей стране. На могиле обошлось без пафосных лицемерных слов. И несмотря на то, что Шукшин был коммунист, в его гроб люди положили десятки крестиков и иконок. Все, ребята, конец. На Вагальковском похоронено за два с половиной века полумиллиона человек. А над гробой сто тысяч. Как это не цинично звучит, но мертвые здесь лежат в несколько слоев. Организованное это кладбище было еще в конце 18 века. А до этого здесь был Государев Потешный двор. Лихая деревенька, где люди пили, веселились и пускались в дикий разгул. Вместе с бродячими артистами, которых называли в Средневековье вагантами. Отсюда и название места Ваганькова. Но все изменила чума 1771 года. Умерших людей запретили хоронить черте города. И их просто сваливали слоями в овраге местечка Ваганькова. Думать не думали, что это вообще. Это место было в овраге. Людей бросали. Москва же не была еще там. Это был как бы пригород, это был загород. А потом здесь стали хоронить по-человечески. С крестами, оградками. И в конце 19 века это был уже большой погос, на котором у каждого москвича лежал кто-то из близких. Раньше на кладбище люди приезжали со своим самоваром, с запасом воды. Ставили на могилу самовар, раздували его сапогом. И садились вокруг все, пили чай с чем-то, с пирожками и так далее, с блинами. Прошли годы, но выпить и закусить на могиле наши люди любят по-прежнему. И ученые говорят о том, что языческие обычаи особенно крепки в похоронной культуре. Наши люди кормят покойных печеньем и конфетами, ставят на могилы рюмки водки, делают рядом с погребением стол и скамейки, чтобы закусывать с комфортом. Элитные кладбища Москвы ведут грустную статистику самоубийств на могилах знаменитых людей. Счеты с жизнью сводят фанаты звезд. В 77-м на могиле Сергея Лемешева покончили с собой четыре его поклонницы. На гробе Игоря Талькова помнят самоубийство двух. А первое самоубийство на могиле Кумира произошло 3 декабря 1926 года. Около могилы Сергея Есенина застрелилась молодая женщина. В кармане у нее нашли записку. Самоубило здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет все равно. Некоторые сначала считали ее просто сумасшедшей, просто вот одержимой, сумасшедшей. Но потом, познакомившись с ней, именно те современницы, как правило, вот что интересно, как судит женщина, современница Есенина, восторгались ею. Галина Бенеславская познакомилась с Есениным в литературном салоне Петербурга еще до революции. И сразу влюбилась. И это было больше, чем любовь. Она считала, что встретила гения, которому должна служить. Вот пришел мой принц, и я буду ему верна всегда, и буду с ним. Вот это она писала неоднократно. Прям повторяя это несколько раз. И может быть где-то его будоражило, а может быть в хорошем смысле раздражало ее просто какая-то редкостная привязанность. Она пережила его увлечение десятком женщин и даже брак с Эсидорой Дункан. Пригласила жить в своей огромной квартире в Брюсовском переулке. Вела его дела с издателями, наладила быт, служила ему лучше любой прислуги. Да она все, она редактировала, она договаривала журналами, тиражей, деньги за него получала, по доверенности там. И она делала вот всю работу. Она его безумно любила, вот как может только любить женщина. Он ценил их как помощницу, но как женщину он не видел в ней, но нет, но не любил он ее. Есенин покончил с собой, когда Галина Бенеславская лечила нервы в глухой деревне. На похоронах его она не была. В пустой квартире ее ждали рукописи, дневники и револьвер, который они когда-то купили вместе. Без Есенина она смогла прожить чуть меньше года. Она не могла пережить ухода его из жизни, вот так она его безумно любила. На могилу поэта Бенеславская отправилась в истрепанном пальто и глупом кепе. На Ваганьковском кладбище было безлюдно. Девушку, которой было всего 29 лет, остановить никто не мог. Первый выстрел не получил, второй встретил выстрел. Слушайте, ей же уже подсказывали, не надо это делать, да? Долго курила там и на папиросной бумаге, такой разорванной от папироса, она написала, что если финка будет воткнута в землю, то я не жалела. Финка была воткнута в сугроб. Стоны услышал кладбищенский сторож, но спасти жизнь женщины не удалось. Тут же она была похоронена на третий день, и до сих пор вот все, кто приходит на кладбище к Сергею Есенину, знают, что рядом с ним покоится его преданная подруга жизни, Галина Артуровна Бенеславская. На надгробии Бенеславской начертали слова «верная Галя», но потом надпись сменили на более формальную. Конечно, кто такая Бенеславская, большинство посетителей Ваганьковского кладбища не знает. Дело давнее прошло 90 лет. Но удивительно, что здесь полно памятников нашим современникам, о которых обывателям тоже ничего не известно. Хотя санкцию на их захоронение давали на самом верху, и они считаются достойными сынами отчизны. Этот памятник жертвам Пучча в народе называют «три партизана». Погибшие в 91-м году Комарь, Усов и Кричевский в августовские события. И вот я говорю, почему недолговечная память человеческая. Сколько раз я был на этом кладбище, я постоянно встречаю людей, которые задают вопрос, а кто это такие? Есть мнение, что их подвиг-то не бесспорный, конечно. Как история пока еще им оценки не дала их подвигу. Но во всяком случае народ мало их помнит. Другое дело артисты кино или звезды эстрады. Их похороны привлекают на Ваганьковское сотню людей. И помнят звезд долго, иногда несоразмерно вкладу в искусство. В прощании с ними всегда участвует Сергей Двамал, которого можно назвать похоронным папарацци. Он делает редкие кадры и потом размещает их в интернете. Когда были похороны Геннадия Бортникова, артист, тоже здесь похоронен. Вот там я не снимал, потому что это было просто не нужно. Там как-то было очень мало народу, был священник. И не было людей с кинокамерами. И поэтому я не стал снимать. А вот похороны на Ваганьковском кладбище Михаила Танича Сергей снимал очень подробно. И его поразил размах прощания с этим человеком. Невероятное количество людей, роскошных венков, воинские почести. Звезды и в мир иной уходят на глазах у миллионов людей. И поклонники потом долго обсуждают детали прощальной церемонии. Стоимость гроба и количество звездных коллег, сказавших последнее прости. Похороны знаменитостей давно превратились в аттракцион. Не хочется мерить искренность чувств огромных толп, идущих за гробами звезд. Но хочется заметить одно. Часто это выглядит ужасно. Что за чудо произошло на похоронах Георгия Витцина? И почему на похороны Моргунова не пришло ни одно официальное лицо? Как рядом с любимыми артистами получают последний приют криминальные авторитеты? Шокирующие детали похорон воров в законе. Смотрите через несколько минут. На похоронах Александра Амдулова многие граждане подогревались водкой. Был страшный мороз, а церемония длилась пять часов. И один мужчина даже потерял сознание. Нонна Мордюкова в последние годы жизни просила, чтобы прощание с ней было тихим, скромным, без незнакомых ей граждан. Но воли ее поклонники не выполнили. Нагрянули на кладбище огромной шумной толпой. Любой простой смертный хочет хоть немножко приобщиться к славе покойного. Если бы не получилось этого при жизни, ну, хотя бы после его смерти. Потом сказать соседке, соседу, что вот ты знаешь, я познакомился с дочерью Шаляпина или с внучкой Собинова и так далее. Или там, не знаю, с влуками Оренбурга. Это был замечательный русский поэт. И имел дар божий поэта. Но бывает и проявление настоящей скорби. Когда толпа, идущая за гробом звезды, хоронит ни поэта, ни певца, ни артиста. Это проводы близкого человека. Части жизни, чего-то невероятно важного. Так было в адскую жару Олимпийского лета, когда хоронили Высоцкого. Так было, когда провожали в мир иной Игоря Талькова. Так было, когда хоронили всенародно любимого клоуна Юрия Никулина. Это было действительно народное горе. Понимаете, люди шли потоком, мы не знали, что делать дальше. Потому что умер действительно истинно народный артист. Он влиял на нашу жизнь, на наш быт, на наши вкусы, нравы, на наши чувства юмора, в общем, на целую жизнь. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Владимир Цукерман, директор музея Никулина, Витцина и Мургунова, устроенного в обычной квартире. Личные вещи артистов, фотографии, кинокостюмы, фильмы. Все это Владимир начал собирать, когда ему было 8 лет. Под впечатлением от бриллиантовой руки, маленький Вова смотрел эту комедию 26 раз подряд. Ленточку при открытии музея перерезали сами. Трус, балбес и бывалый. И их кинопапа Леонид Гайдай. Свидетель. А если... Только без жертв. Да, надо подождать. Правильно. Юрия Никулина похоронили на Новодевичем. И его родственникам не пришлось обивать для этого пороги высоких кабинетов. Артиста любили все. И простые люди, и те, что рулят страной. На похоронах Юрия Никулина Моргунов подошел к Лужкову и сказал, где нас будете хоронить? Что за вопрос неуместный, спросил Лужков. А говорит, большое политическое значение имеет. Вот люди заплаканные, приходят с кладбища и вдруг смотрят, похоронен. Никулин, Витцин, Моргунов. У всех улыбка на лице, настроение меняется, и люди уходят с кладбища веселыми. Юрия Никулина хоронили как народного героя. Как президента. Как самого главного человека страны. Но Витцин и Моргунов места на Новодевичьем рядом с балбесом не получили. У Моргунова был трудный характер. Наверху его не любили. И это не редкость, когда артиста обожает народ, а власть почему-то не приняла. На похоронах Евгения Моргунова ни одна официальная организация, ни Министерство культуры Российской Федерации, ни Союз кинематографистов, ни комитет кинематографии, ни гильдия актеров кино, ни киностудия Мосфильм, где он проработал 55 лет, не принесла ни единого цветочка. Но если бы чиновники еще при жизни пообещали Моргунову место на Новодевичьем, то он бы от него отказался. Он хотел быть рядом со своим сыном на Кунцевском. Николай погиб в автокатастрофе. Родители не должны хоронить детей, а наоборот, дети должны хоронить родителей. А тут случилась несправедливость. И поэтому он очень переживал, и смерть Николая подкосила его. Интересна и загадочна цепочка дат, в которую уходили три великих артиста. Юрий Никулин умер в 97-м году 21 августа. Евгений Моргунов ушел в 99-м, 25-го июня, а Георгий Витцин в 2001-м, 22-го октября. Ровно через два года каждый уходил и в 20-х числах. Вы заметили? Очень такое магическое совпадение. После прощания с Георгием Витцином в Доме кино в небо выпустили небольшую стаю голубей. И они летели за артистом до Ваганьевского кладбища и еще долго кружили над могилой. А на следующий день пришли бродячие собаки. Те, кого он кормил, совсем в другом районе. Чей туфля? Мое. Спасибо. Георгий Витцин был комиком, но в жизни смеялся редко. Не ходил на праздники с участием коллег и в последний путь провожал их не больше 40 минут. Он же мне говорил, всегда главное вовремя смыться, чтобы не участвовать в поминках. Он же не пил сам и не любил, когда к нему приставали с этим вопросом. Все хлопоты по организации похорон Витцина взял на себя союз кинематографистов. Церемонию Цукерман называют скромной, но достойной. Журналисты зря раздули историю, что Витцин умирал в нищете. Он просто жил очень скромно, занимался йогой и, когда попал в больницу, отказался принимать таблетки и делать операции. Памятник на его могиле простой и неброский. Другого у этого деликатного, светлого человека быть не могло. Сейчас ставят монументы, обелиски, помпезность. А он нет. Он тихо, незаметно ушел 84 года. Это срок небольшой, но и немалый. Поэтому он накануне смерти говорил, я знаю, что было, я знаю, что есть, и я знаю, что будет дальше. С этими словами он скончался. Прошли времена, когда место на Ваганьковском кладбище выделяли на самом верху. И нужно было иметь какие-то необыкновенные заслуги перед родиной, чтобы упокоиться рядом с Владимиром Высоцким и Сергеем Есениным. Место на элитном погосте теперь можно купить. Сумма будет огромная, но договориться можно. Именно поэтому дочь Георгия Витцина вскоре после похорон отца получила невероятное для нее предложение. О продаже куска земли, в которой упокоился великий артист. Сегодня это обычная практика для элитных погостов. Какой-то бизнесмен позвонил дочери и сказал, что давайте я у вас куплю эту могилу, а его перезахоронен куда-то за город, и вам будут деньги на памятник. Продажа, обмены, съезды, черные маклеры. На кладбищах царят сегодня нравы, как на всем московском рынке недвижимости. Была бы огромная сумма, и вечный покой среди достойных сынов отчизны обеспечен. 13 октября 2009-го здесь похоронили символ криминальной России. Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Сколько осиротевшая братва за это отвалила денег, остается только догадываться. Япончик жил за рубежом и приехал в Москву, чтобы уладить давний спор двух мощных криминальных группировок. Пуля киллера попала в него возле одного из московских ресторанов. Похороны авторитета были как поездка на машине времени, назад, в лихие 90-е. Одни в кашемировых черных пальто, другие в трениках и с цепями на шее. В общем, в Москве как-то мы стали забывать вот этот облик, потому что все мафиози уже давно легализовались, а вот такие рядовые бойцы, ну, тоже как-то стараются так не выглядеть. Лариса Кислинская написала немало статей о криминальном мире. Любимый и детально исследованный герой – Атар Квантришвили. Он звонил ей каждый вечер, пожелать спокойной ночи. Журналистка называла это профилактическими беседами. Не прямые угрозы, а вкратчивое объяснение расстановки сил. Кто я и кто ты? Наши вот эти идиллические отношения, они прервались, когда похоронили его брата. Я написала, что как-то очень негоже, когда бандита хоронят впереди могилу Высоцкого. У меня была статья, она называлась «Кладбище авторитетов». То есть уже в то время это было «Кладбище авторитетов». Сейчас как бы эта позиция усилилась. Памятник братьям Квантришвили на Ваганьковском кладбище сделал знаменитый скульптор Вячеслав Клыков. Автор памятников Жукову, Сергею Радонежскому и Серафиму Саровскому, Пушкину и Батюшкову. Вот такие сейчас времена. Деньги не пахнут. Великие художники работают и для криминального мира. Но, как правило, близкие авторитетов к звездным мастерам не обращаются, а заказывают памятники, исходя из собственных представлений о прекрасном. И особенно любят подчеркивать, как набожен был авторитет, и как его с радостью принял Всевышний. Памятники ставят и в виде часовен, и в виде таких маленьких храмов. Я не говорю уже о скульптурах, изображающих самого покойного. Я видел памятник в виде Богородицы. Вот она стоит, Богородица, раскинув руки. Памятники ворам в законе отличаются крайним реализмом. Это авторитет по кличке профессор. Он любил читать. Это ребята, которые разбились на девятки, навеки присели на каменный капот машины. Крест, составленный из гильз от пуль. И любимый символ криминалитета – Мерседес. Были моменты, которые, скажем, мы делали из камня самолет. Значит, два человека на легкомоторном самолете разбились. Памятники бандитам, как правило, огромные. Из самого дорогого мрамора. Некоторые масштабом напоминают захоронение римских патрициев. Сегодня на кладбищах можно все. Было бы место и деньги. Человек, допустим, с лошадью, да, мы как бы изобразили, когда лошадь же имеет большего у человека. Получилось, мы как бы тут между собой смеялись, что это памятник больше, скажем, не лошадь, а человеку, потому что лошадь была на первом плане, да, чем человек. Криминальный мир отличают особые погребальные традиции. Бандиты очень любят воинские почести. Потому что считают себя солдатами и бойцами. Иногда дорога от дома авторитета до кладбища усыпается лепестками роз. В гроб кладется золотая икона. В знак особого уважения братва несет хозяина весь путь на руках. Часто кладут в гроб любимые авторитетом пацанские причиндалы. У пейджеры в гробы клали и мобильные телефоны. Некоторые, значит, что вот поскольку там погиб бандит, невольник чести, а он типа воин, да, значит, ему надо оружие какое-то положить, как вот раньше, да, там, викингов хоронили. Гроб застреленного авторитета Япончика украшал российский триколор. Государственный символ, честь и достоинство которого защищает закон. Но вот как-то не защитил. Как ни крути, ну, допустим, Япончик, это часть нашей истории, конечно. Вопрос в том, какая это часть. Ну, вот часть истории. И его же нельзя, как тушинского вора, да, там, значит, забить в пушку, там, прах развеять, там, над Москвой рекой, да, вряд ли, да. Но мне кажется, что какой-то нормальный, внятный, идейно-нравственный, идеологический, если хотите, позиции государства в этом вопросе нет. Ее просто нет. Меня удивляет, почему еще у Крымговской стены не появились вот такие вот могилы новых русских людей. Вот это странно. Почему Олег Даль лежит в трех метрах от надгробия и чье место он занял? Кто украл памятник композитору Владимиру Мигули? Какие знаменитые люди страны еще при жизни принципиально отказались от заслуженного места на элитных кладбищах Москвы? Смотрите после рекламы. Рано или поздно все могилы исчезнут, которые вот вы здесь видите, потому что пройдет там сто лет, например, никого не оставится у людей, и новые люди, ну, под новые захоронения их отдадут. Проходят годы, и когда-то знаменитые, с помпой похороненные люди стираются не только из памяти людей, их могилы стираются с лица земли. Вот мы подошли к могиле известного в свое время художника Федора Павловича Решетникова. Все, кто родом из СССР, конечно, помнят его картину «Опять двойка». Решетников был академиком Академии художеств, знаменитым и богатым человеком. Рядом с ним была похоронена его супруга, художница Лидия Бродская. Но табличка с ее именем откололась и куда-то пропала. Лидия Бродская исчезла, нет ее больше. Вот памяти о ней нет. Сколько простоит вот этот Решетников, неизвестно. Потому что никто за могилой не ухаживает, она никому не нужна. Ужасно выглядит и заброшенная могила народного артиста Советского Союза Бориса Тенина. Это он бегал по Смольному с чайником в знаменитом фильме «Человек с ружьем». Товарищи, я разговариваю с Лениным. Работал в театре Маяковского, но сегодня всеми забыт. Ну, допустим, у него родственников не осталось. Но почему театр о своем народном артисте СССР не позаботится, не посмотрит, в каком же состоянии место его упокоения? По сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина. Народная артистка СССР Анастасия Георгиевская когда-то была примой МХАТа. А вся страна полюбила ее за роль учительницы Серафимы Павловны в Большой перемене. Но актриса была одинока. И вскоре после похорон коллеги и поклонники о ней забыли. Ее могила заброшена уже 20 лет. Гениальная актриса была, уровня Раневской. Кто о ней сейчас помнит? Никто. Могилы некоторых знаменитых людей находятся, бывает даже еще и в худшем состоянии, чем эта. Если на могилу никто не ходит десятилетиями, руководство кладбища может позволить в нее повторное захоронение. Что же делать? Земля в центре Москвы бесценна. И это практика, принятая во многих европейских странах. Заброшенное захоронение балерины Императорского театра Любови Рославлевой стало последним приютом для артиста Олега Даля. К балерине никто не приходил с 1904 года. Олег Даль был талантливым, но глубоко несчастным человеком. Вся его жизнь была борьбой с тяжелым алкоголизмом. Трагичная судьба, что там говорить, был зашит. Это было счастье творческое. Он спокойно работал, в частности современник, новые спектакли, новые роли, все. Пришел к Виктору Шкловскому, по-моему, актер такой. Выпил, и началось. Мы знаем, что это, к сожалению, погубило его. Это же не секрет, мы же никакую тайну не открываем. Абсолютно. Его лучшим фильмом был отпуск в сентябре. Но картину сочли у Паденческой, и на экраны ее выпустили уже когда Даль лежал в могиле. Конфликты с руководством Мосфильма, редкие роли в театре. Он был способен на большее, но все время что-то не складывалось. Кроме этого, у него не было детей. И тогда еще начинающий астролог Павел Глоба как-то категорично заявил, что надеяться им с супругой не нашли. И это был еще один тяжелый удар, который Даль держать не смог. И он был дружен с Высоцким. И они вместе снимались. Такой хороший человек. И он как-то сказал, я чувствую, что сначала уйдет Володя, а потом уйду я. Вы представляете, вот такая у него была интуиция, вот жуткая интуиция. И так ведь случилось. Володя ушел в разгар Олимпиады, в 80-м, 25-го июля. А он ушел на следующий год. Даль, 81-й. За несколько дней до смерти Даль увидел во сне Высоцкого. И сказал на утро своей жене, он меня зовет. Последним, кто его видел живым, был актер Леонид Марков. Дело было на съемках в Киеве. Ужинали вместе в гостиничном ресторанчике небольшом. И потом он как-то сказал Даль, что, ну что, пойду умирать в свою келью. Видимо, у него что-то случилось, надлом какой-то. Ему нельзя было пить. Он выпил такое количество алкоголя, у него лопнули давление, кровотечение, сосуды, и он ушел из жизни. Вопрос о захоронении знаменитых артистов или других важных деятелей культуры решался по специальному табелю о рангах. Народные артисты СССР, пожалуйста, на Новодевище. А если народные артисты РСФСР, то тогда похоронят на Ваганьковском. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посодят, а ты не воруй. Две звезды Московского театра сатиры, Анатолий Попанов и Андрей Миронов, умерли в августе 87-го года. Попанов 5-го августа, а Миронов 16-го. Кто из них был более популярен или ценен в глазах властей? Такого вопроса не стояло. Дело было решено автоматически. Попанова на Новодевиче, он народный артист СССР. Андрей Владимирович, он был народным артистом РСФСР. И по статусу ему не положено было. Его захоронили на Ваганьковском кладбище. А у Олега Даля звания не было вовсе. А Новодевичьим и вечи быть не могло. Но союз кинематографистов и ВТО смогли добиться для Даля места на Ваганьковском кладбище. На центральной аллее нашлась одна заброшенная могила. Балериной императорского театра Любови Рославлевой. Если, конечно, прежний покойный пролежал там лет 50, понятно, там ничего не осталось, даже и фрагментов гроба. Поэтому просто уже как чистая земля идет. Я иногда наблюдал такие картины. Значит, раскапывают могилу могильщики и вместе с грунтом выбрасывают части костей человеческих. Вот там какие-то фрагменты, куски черепа, челюсть и так далее. Гроб балерины за 80 лет должен был уже перемешаться с грунтом и полностью истлеть. Но рабочие, производившие раскопку могилы, увидели настоящее чудо. Гроб был в целости и сохранности, как будто похороны случились вчера. Они наткнулись на красный саркофаг. Как это можно? Они же не могут выкинуть и похоронить. Слушайте, в конце концов, грех какой жопкий. Его похоронили рядом. И тот стоит, там, значит, небольшой вот этот памятник. Он стоит совсем не в том месте, где он похоронен, а просто на земле. По древним поверьям могильный камень забирает проход в потусторонний мир, чтобы душа умершего покоилась на небесах и не моталась на землю через открытый колодец смерти. И вдова Олега Даля, Елизавета, часто говорила о том, что ее тревожит дух покойного мужа. Она хотела перенести памятник на место захоронения, но суммы, которую запросили за эту работу, у нее не нашлось. Жила она после смерти мужа в страшной нищете. Теперь они навеки вместе. Мы сейчас находимся, пожалуй, на самом популярном участке Ваганьковского кладбища. Это участок захоронений последних двух десятилетий. Очень просто понять, какое место звезда занимает и после смерти в сердцах людей. Это выдает количество цветов. На Ваганьковском есть надгробия, которые завалены букетами в любое время года. И могилы эти больше, чем место поклонения кумиру. Идут, идут, идут все в город цветов. Любили Пахомову, Кенгебарову, Клистьеву, к Высоцкому. Понимаете, стихи читают у Есенина. Там же стихи постоянно читают у Высоцкого. Это, понимаете, от маленькой эстрады. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Но будь на то воля, начальство Ваганьковского кладбища закрыло бы погост, как это сделали в советскую эпоху с Новодевичьим. Все эти толпы фанатов и туристов – большое испытание для нервной системы охраны. Все кладбища столицы атакуют вандалы. И поди разберись, кто пришел положить на могилу цветы, а кто начертить на колумбаре оскорбляющую погребенного надписи. Какие-то страхи в этом случае существуют все равно. Я уже думала придумать что-то такое, что невозможно оторвать. Бронзовый барельеф с могилы Владимира Мигули был украден молодыми людьми, которым срочно нужны были деньги на наркотики. Оскверненное, раскуроченное надгробие вызвало у Марины почти такую же боль, что она испытала в день похорон любимого мужа. Она была невыносима, но вдова композитора нашла в себе силы простить вандалов. Простила всех. Я простила всех. И тех, кто совершил этот акт вандализма. И тех, кто не досмотрел, я всех простила. Береза над прудом, задумчивый рассвет. Земля, родимый дом, в окошке теплый свет. Она боролась за жизнь тяжело больного мужа очень долго. Но вопроса, как он хотел бы быть похоронен, никогда с ним не обсуждала. Когда Владимира не стало, Марина решила, что обязана похоронить его на Ваганьковском. Ей казалось, что это как посмертное признание заслуг. Похоронить человека в Москве достойно, достойного человека, заслуженного деятеля искусств, любимца страны, это, в общем-то, тоже непростая вещь. Она подключила самые высокие связи, не стеснялась просить известных людей и кланяться в ноги чиновникам. Но место на Ваганьковском выбирала не сама, доверила друзьям Владимира. Была зима, и они не разглядели под снегом, что рядом с участком водопроводная труба, а сам он напоминает маленький овраг. Когда пришла весна, могилу Владимира Мигули затопило. Марине снова пришлось просить и умолять. Как раз перед тем, как мы Володю перезахоранивали, не стало Булата Шаловича, а Куджава. И вот они сейчас с Володей рядом покоятся. Но и после переезда на новый сухой участок ее муж покоя не нашел. Теперь надгробие атаковали вандалы. Именно это заставило Марину задуматься, зачем все эти монументы из бронзы? И что бы сказал об этой посмертной ярмарке тщеславия сам Владимир Мигуля? Возможно, он бы сказал, надо все снести, цветы там какие-то поставить, или крест, который никому не нужен. Немногие знаменитости задумываются над сценарием собственных похорон. Заранее предупреждают близких, где их и как хоронить, какой ставить памятник. И нужен ли он вообще? Но есть несколько людей, которые очень четко предупредили близких еще при жизни. Ни Новодевича, ни Ваганькова им не нужно. Не тратьте ни нервов, ни денег. Умер Соловухин, да, его отвезли в родное село Алепино, похоронили там по его завещанию. Умер Тихон Хренников, его отвезли в Елец, на его родину захоронили. Вот, ну куда лучше, вот казалось бы, быть погребенным на родине, в конце концов. Дались эти престижные им мемориалы. 7 декабря 2012 года Россия прощалась с известным писателем Василием Беловым, мастером древенской прозы. За свою жизнь он накопил немало заслуг, которые позволили бы ему претендовать на место на элитном погосте в центре столицы. Светоносная проза, светоносная. И как бы он о чем-то плохо, не писал о трагическом, но вот этот свет прозы, он спасает и дает возможность жить дальше. Но он попросил похоронить его в Тимонихе, деревне в Вологодской области. Он там родился, там все, что было ему важно. Пусть родная земля, после ее ночи будет ухо. Незадолго до ухода Белова там обворовали и разгромили церковь. И боль за поруганный храм, который был дорог писателю, ускорил его уход. Представьте себе эти величайшие просторы, теперь обезлюдившие. Я надеюсь, что может быть могила Василия Ивановича, она будет привлекать к себе людей, несомненно. И может быть, даст Бог, начнет один, два, три домика обживут, потом, потом, потом. А вдруг найдется молодая пара, уедут, она рожает детишек. И опять все потихоньку будут возрождаться. В чем смысл пышных похорон и элитных погостов? Скорее, все это нужно родственникам покойного. Это еще одна социальная метка. Смотрите, мы выше других и в скорбный час. Но так сложилось, что во всем мире кладбище, где лежат великие люди, становится потом очень важной достопримечательностью города. Сюда приходят и местные, и туристы, и получают важные для человека эмоции. Человек, конечно, живет под страхом смерти всегда. И его волей или неволей интересует, что будет дальше, куда он идет, куда он отправляется, куда его несут вперед ногами, извиняюсь. Поэтому люди как бы очнулись, проснулись, они обратились к этой теме. Их интересует все, что связано с кладбищем в последнее время. Кладбище просвещают, заставляют думать, снижают хотя бы на час истеричный темп жизни человека. И даже воспитывают. У памятника Никулина часто подходят пьяницы и беседуют о жизни с бутылкой водки. Одна мама сказала дочке, что видишь, говорит, у дяди Клоуна зашнурованные ботинки, а у тебя ботинки не зашнурованные. Они учат их жить, разговаривают о жизни, потому что это были действительно народные герои, народные персонажи. Найдите день. Сходите на Новодевичье или Ваганьковское. Это чрезвычайно познавательно и интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова